Финалисты отборочного турнира по мини-футболу среди школьников, который проходил в середине апреля, теперь встретились на арене спортивного клуба «Аят» в Рудном. В сборной межшколы номер один поселка Табол, межшкола номер 12 и Житикары предстояло побороться за звание «Сильнейший». В первом тайме волнение ребят и эмоции взяли верх, поэтому эта часть игры закончилась в ничью. Растерялись от того, что столько много болельщиков от такой организации. Для них это впервые. Мы всегда настроены на победу. Обстановка в зале накалялась, болельщики запереживали, тренеры дали четкие указания спортсменам. И во втором тайме футболисты выложились на все 100%. Игра прошла в первом тайме не прям хорошо. Было много волнения и мандража. Во втором уже все собрались и начали играть в свою игру. Мы готовились для того, чтобы выиграть сюда, приехать и доказать, что мы сильнейшая команда, и показать свою игру. По итогу двух таймов игра закончилась со счетом 3-0 в пользу команды из поселка Табол. Но проигравших в этот день не было. Призы от компании «Полиметалл» получили все футболисты. Без исключения. А главным подарком стало знакомство с профессионалами футбольного клуба «Аят» и незабываемый мастер-класс. Мне все понравилось. Матч прошел хорошо. Мастер-класс мне тоже понравился. Увидел профессиональных игроков. Всей командой наблюдаю за «Аятом». И очень приятно было встретить этих игроков. С удовольствием наблюдаю, как ребят профессионалы натаскивают. Очень здорово. Они показывают реально очень крутые фишки. Я думаю, что ребята, конечно, все с определенной подготовкой. Они многое знают. Но когда их тренирует главный тренер профессионального клуба «Аят», когда их тренирует спортсмен-основы, здесь игроки, легионеры, бразильцы. Незабываемые эмоции получили не только молодые спортсмены. Футболисты клуба «Аят» с большим интересом делились своим опытом. С большим удовольствием поработали с детьми, потому что они все прошли через это. Они такие же были маленькие, когда занимались футболом. Также и к ним приходили ребята постарше и пока проводили мастер-классы. Поэтому я думаю, они получили от этого огромное удовольствие. Видели, что с улыбкой на лице все играли и получали положительные эмоции. Этот день для участников турнира закончился еще одной встречей. Сборные школьников из Табула и Житигоры сыграли с детской командой «Аят-08». Ее игроки – воспитанники футбольной академии «Аят» и уже чемпионы Казахстана. Игра закончилась со счетом 5-2 в пользу хозяев поля. Сотрудники компании «Полиметалл» признали, что теперь задумались сделать турнир ежегодным. Оледа Смагомбетова при содействии телекомпании «Акцент».